Итак, друзья, у нас в гостях сегодня, это очень здорово, что есть такая возможность нас посетить, заместитель главного врача, краевого клинического кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, Алексей Григорьевич Шевченко. Здравствуйте. Добрый день. Ну, мы поздравляем с предстоящим праздником медицинского работника. И сегодня поговорим, так скажем, ну, профильно, можно считать, чего опасаться и остерегаться нам. Вот солнце какое-то, мне кажется, даже стало более агрессивное. Куда бежать, что делать? Видимо, глобальное потепление дает знать, мы не самый южный регион России, поэтому опасаться солнца, прямых лучей и, как бы, возможности сгореть, то есть каким-то образом попасть под какую-то резкую... То есть головные уборы все-таки обязательны в нашем городе, желательны? Наверное, не только уборы, мы как бы должны прийти к традиции носить более светлую, легкую одежду, Да, по-восточному, мы же восточный, как бы, регион юга. И, как бы, это будет главное, потому что прямая защита, лучше этого ничего нет. То есть зеленый рукав, светлая одежда, чтобы по минимуму сгорать, ну и шляпы, естественно, никто не отменялся. Ну, зонт еще там был уранец. Как вариант, да. Главное, чтобы не полиэтиленовый все-таки. С какими жалобами обращаются чаще всего в летнее время? Ожоги, наверное. С точки зрения солнечных, ну, они как бы сами, наверное, корректируют в основном пациента, хотя это неправильно. Я считаю, что как и стоматолога, как и гинеколога или там других специалистов, врача должен иметь с каждым гражданин своего дерматолога посоветоваться. Здесь много есть нюансов. Например, начнем мы с того, что, конечно, тип кожи. У нас самый многонациональный и самый великий регион в этом плане. Большое разнообразие тут, да. И поэтому, и миграционно огромный. Поэтому, безусловно, тип кожи превалирующий. Я сразу сгораю. У нас с Юлией одинаковый тип кожи или разный? Разный. Вы очень благоприятный, Паш. У вас четвертый тип. Вы ближе к негроидной расе, а я американца. А Юля ближе ко мне. Может, я извиняюсь, Дональд Трамп. Это типичный пример того, что я... Хороший такой сравнение. Или Кеннеди. Это вот кельтская группа у них вообще. Я ближе к негроидной расе. Им режим пребывания совершенно другой, чем обычно трактуется. То есть в Краснодаре, я думаю, это где-то даже с 9 до 18. Вообще не примерно. Ну, нежелательно. А я так и чувствую, что мне вообще некомфортно, вы знаете. Так, хорошо. То есть надо знать свой тип кожи и в соответствии с этим вести себя определенным образом. Есть веселый термин, но помидорный синдром. Да, это такой кубанский вариант. Мы очень всегда гостеприимны. Наш регион самый большой по гостям. 16 миллионов в этом году, наверное, будет больше. Но наши земляки ездят на море на один день. Поехали, отжарились и... Получили, взяли все. И сгорели. Но мы должны помнить о том, что лето же у нас все время, каждый год. И, естественно, через несколько лет получится фотостарение. То есть фотостарение, которое мы боимся или сейчас продлеваем до 80 лет. А фотостарение – это элемент его очень нивелевающий. Поэтому момент какой. Люди, которые работают на полях без защиты. Помните, мостовая на коже. Вот этот момент нужно избегать. Это первое. Второе, конечно, частое сгорание ведет к раку меланом. Ну, понятно. Нужно беречься. И опять же, это от типа кожи, конечно, зависит. И от анамнеза, от генетических факторов. Но принципиально нельзя этим грешить. Так, а как тогда быть? Купаться ночью по лунной дорожке. Ночью купаться и... Ехать на два дня, Паш. У нас прекрасное 140 километров или 150. Ну, пожалуйста, да. Без проблем. Можно растянуть этот процесс, чтобы... Тем более, сейчас Крымский мост открыли. Вообще, новую дорогу, развязки. Скажите, вот когда уже случилось? Сметаной мазаться можно? Теоретически можно мазаться любым прохладным продуктом, который снимает жар. Даже спиртом. Ну, в разумных путешествиях. Снаружи. Да, да, да. Но есть подходы. Есть пантенол, декспантенол, препарат. Но, опять же, возвращаемся к базе. Каждый пляшет от врача. Если гиперемия, если, не дай бог, пузыри появились с водичкой, это к врачу. И, может быть, даже к ожоговому специалисту, потому что это ожог. Глобально ожог. Ну, кроме ожогов, вот в тех же, в лесных каких-то зонах комары какие-то что-то укусают. Вот, например, у детей, да, маленьких, сразу какие-то волдыри, там, у взрослых. Это современная тенденция. Флеботодермия называется так красиво. Вот, ну, Таиланд, там, южные индийские вещи. Приезжают люди, вот такой комар меня укусил вот вообще. Ну, как и ожог медузы. Тоже, кстати, летний вариант. И бывает свободно. Всегда к врачу обратиться. Потому что это непростая ситуация. Это лимфопластический процесс, и он требует обязательного осмысления. Что за пациент? Может, у него диатез, может, у него какие-то другие факторы. Масса вещей врач должен понять. Это раз. И второе, то, что, как бы, сам по себе лес, он же еще не только этим опасен. Есть еще борщевик. Слышите, да? В России самое любимое слово. В России, сейчас в Подмосковье. У нас другая фитофото-проблема. Это посленовые. То есть, раз и вот зелень. Пастернак, сельдерей. Они при обработке утром, когда вот жарко, солнце и роса, вызывают ожоги. Аналогичное борщевику. Поэтому тоже перчаточки, хэбэ. Вот эти вот наши с вами костюмы, которые мы предполагаем. Это как халат врачебный. Очень любые. Так, но еще такой вопросик в завершении нашего диалога. Лето, как вы сказали, да, отдых. Все-таки наш человек любит выпить нечто алкогольное. Вот лето, жара и вот этот вот алкоголь в итоге. Это же что-то... Ну, мы не можем пропагандировать алкоголь. Мы наоборот хотим. Вопрос какой? Конечно, крепкий алкоголь категорически запрещен. Вот это самое главное. Для профилактики помидорного синдрома. Но квас, кисломолочный. Очень есть казачий напиток кузва. Отвар сухофрукта. И разные виды сывороток есть. Это традиция кубанская. Сколотные, такие слова, может быть, для вас это не очень понятно. Но это прохладные напитки на молочной основе. Изумительно. Друзья, в общем, берегите себя, своих близких, своих детей. И это, и другие интервью всегда можете пересмотреть, пересматривать почаще на нашем сайте. Кубань24.tv. Можно было еще очень много вопросов обсудить. Мы еще раз поздравляем с наступающим днем работников. Всех медицинских работников Кубани. Да, обязательно. Тем более, что получил наш академик государственную премию. Это Мархан Анастасович. Это следует внимания, да.